Здравствуйте! Сегодня у нашей новой лимитированной коллекции Двойное Совершенство. Лимитированная, потому что она в лимите. Ее не будет постоянной, это не постоянную регулярную линию, а именно ограниченное количество этих продуктов. Называется эта коллекция Двойное Совершенство, потому что здесь все в дуэте. Румяна дуэты и тени дуэты. У меня в руках оттенок, точнее цвета, сирень и турмалин, называется маувы и шиммер. Обратите внимание, что сроки годности очень хорошие, 4-23. И вторые румяна, второй дуэт это роза и перламутр. Достаточно большое количество, толстые, очень толстый стик, что очень удобно при нанесении будет. Итак, дуэты чем интересны эти? С одной стороны это матовый оттенок, матовый цвет. С другой стороны дуэтик его, вторая половиночка, это шиммер. Перламутрово здесь присутствует, мерцание присутствует. И очень хорошая растушевка. Смотрите, как хорошо тушуются. И также хочу сейчас показать, попробовать, как они будут друг на друге смотреться, когда мы рядышком кладем. Тоже обратите внимание, если нам нужно матовый макияж, и нам нравятся матовые цвета, то это просто кладем одну половиночку и растушевываем именно ее. Если нам нужен цвет, но с перламутром, то добавляем на цвет шиммер, вторую половиночку. Если нам нужна легкость и только шиммерность, опять же, она может быть как в румянах на скулах, так и в бликовых зонах, то это только наносим половинку, где шиммер у нас, легкость, нежность. То есть мы получаем в результате как минимум три варианта оттеночных. Это роза и перламутр. То же самое, та же самая история. Роза – это цвет. И перламутр – это сияние цвет. И что видно? Опять же, в сиянии цвета мало. Он такой нежно-нежно, мягко-мягко розовый. Совсем деликатно. Практически в основном блик. В основном бликует. Но матовость в розе дает хороший цвет. Но опять же, очень-очень нежный. По сравнению вот с этим оттеночком, видите, цвета. Здесь более интенсивный. Сирене и турмалин интенсивны. Роза и перламутр – более мягкий, холодный и нежный. Хотя не назвать его прямо таким холодным-холодным. Он скорее роза. Холодно-приглушенный, припыленный цвет. То есть нейтральный даже. Больше уходит в нейтральность. Но тем не менее, это более деликатный цвет для скуль. Нежели сирене и турмалин интенсивны. Вот такие два оттеночка. Опять же, при смешении дает приглушение, если сверху накладываем шиммер. Растушевка, опять же, очень хорошая. Ну, практически вот она. И уже все. И практически цвета не видно, и границы не видно. Идеально. Просто идеально. Румяна очень по текстуре. Вы знаете, не жирные ни в коем случае. Не кремовые. Их не назвать прямо в полном смысле крем. Они именно пудрово-кремовые. То есть очень деликатно на коже. Легкие, очень тонкая текстура. Нет перегруза и тяжести, и толщины слоя. Хотя я уже нанесла достаточно большое количество. И не один раз. Еще раз. Сирене и турмалин. И розы перламутр. Хочу показать одну технику. Она называется монохром. Или монопродукт. Когда одним продуктом делается абсолютно весь-весь-весь макияж. Но и Estáмички. Ирина. Вот таким образом можно сделать из дойтиков румян нашей лимитированной новой коллекции макияж. С одной стороны, как я показала, это роза и перламутр, с другой стороны это сирень и турмалин, причем и губы тоже у меня сделаны румянами. Когда одевала, переживала, что будет суховато, нет, не сухо, губа мягко, комфортно, при этом на коже лица нет тяжести. Удивительно, но факт. Далее рассмотрим дуэты тени. Первый дуэт это розы и перламутр. Обратите внимание, что перламутровые они, причем они все три дуэта, все три очень перламутровые. Вот это эти оттенки. Вот их растушевка. Практически незаметно, только блики идут. И при этом очень много мерцания, очень много. Вот фиолетовый оттенок. Очень красиво, кстати, разноцветно. И здесь идет не просто шиммер, а блестки. Сейчас, кстати, очень в моде именно блестки. То, что не просто как перламутр блестит, а именно дает блестки. То есть иногда даже специально наклеивают блестки, звезды, которые блестят, для того, чтобы вот это ощущение было именно наклеенных накладных блесток. Следующий дуэт. Медь и золото. Почему показываю пальцы, сдвигаю то туда, то сюда? Потому что шиммерные перламутровые оттенки, когда они попадают на свет, они бликуют. И они становятся более светлыми по свету. Если они не получают световых лучей, то они становятся достаточно темными. И вот надо знать, до какой темноты, до какой интенсивности они могут дойти, когда они попадают в лучи света. И какие они могут быть на свету. Обратите внимание, насколько красивые оттенки и цвета. Осень, зима и весна это самые-самые трендовые цвета и трендовые варианты макияжа. Именно в таком блеске, в таком шиммере, в такой интенсивности, эксклюзивности. Третий дуэт, это оникс и жемчуг. Опять же, то же самое, очень-очень перламутровые, очень шиммерные, очень сияющие оттеночки. В лучах света электрического. Очень красивый. Знаете, я думаю, что этот дуэт будет, ну, самым-самым востребованный. Теперь покажу вариант техники дуэтом теней. Люблю показывать техники простые, которые вы сможете сами выполнять, даже тогда, когда опаздываете на работу. И эту технику я называю им и янь. Очень быстрая, очень удобная. Естественно, вначале наносим обязательно основу под тени, без нее никуда. Тем более, когда, если будете наносить румяна вместо теней. До середины века, около носика, наношу светлый оттенок. Аккуратненько кончиком кисточки внизу, тоже на пол века наношу этот светлый оттенок. И на вторую половинку века наношу темный. Теперь миксую этот переходик аккуратно мелкоамплитудными движениями. Счищаю кисточку на салфетке и теперь эту границу темного аккуратно растушевываю. Беру кисточку для смолки, набираю темный оттенок и прокрашиваю нижний века, соединяя его сверху. С тенями все, теперь тушь. Макияж завершен. Почему инь и янь я его называла? Потому что я ровно половиночку века окрашиваю в один цвет светлый, а вторую половиночку в темный, как инь и янь. Обязательно не забудьте пройтись тщательно в этом переходике между светлым и темным. Если вам нужно темного больше, то вы можете затушевывать этот переход на светлый, с темного на светлый кисточкой. Если вам нужно светлого чуть-чуть побольше, то вы можете затушевывать светлый на темный. Если вы хотите просто смиксовать и чтобы этого четкого перехода не было видно, то просто миксуйте такой змеечкой туда-сюда, прям по серединке. Макияж делается буквально за 2 минуты. Для примера цвета на втором веке покажу оттенок золотой медь. Макияжи готовы. А вот так они выглядят при лучах электрического света. Красота, правда? Выбирать вам, какой макияж делать. Техника абсолютно одна. Разные просто цвета. Если это видео вам было полезно, ставьте лайки. Будьте красивыми, счастливыми и здоровыми.